привет привет сегодня мы будем рисовать маслом лунную дорожку и для того чтобы было на чем показать лунную дорожку наша задача сначала это самое пространство создать где она появится вот у меня такой маленьких грунтованный картон небольшого формата и вот на нем буду как раз таки рисовать где-то выше середины я располагаю в вертикальном и выше середины делаю линию горизонта такая отправная менее будет у нас откуда линия разделения небо и воды и синеньким цветом плотно плотно покрываю цвет неба создаю ночного где у нас будет луна на чем появляться на чем будет будут звезды сиять чуть-чуть разбавлю красочку чтобы она легче расходилась по поверхности ближе к линии горизонта обозначенной можно сделать небушку чуть посветлее небо получается равномерно переходит из светлого участка в темный участок и тоже равномерно именно окрашена чтобы его фактура оставалась именно такой вот воздушные все таки поэтому вытираю кисточку нанесла краску сначала дальше есть что уже распределять по поверхности поэтому просто вытираю кисточку и соединяю мягко границы цвета светлого и более насыщенного здесь не прямо белый-белый да здесь тоже такой голубенький цвет получается ближе к линии горизонта все-таки ночь там светлее участок неба также можно затемнить сильнее верхнюю границу и от линии горизонта дадим пока возможность подсохнуть небушку от линии горизонта ее подравнивая выравнивая здесь можно даже время уделить побольше этой задачи и здесь я уже буду красочку укладывать таким густым прям слоем и одновременно можно идею о том что морюшку нас волнуется из какие-то волны уже наоборот не сглаживать а чуть-чуть и такие вот добавлять волнистости сам мазок то есть на уровне мазочка делать так чтобы волны какие-то образовывались на поверхности можно немножко и такого фиолетового цвета либо зеленцы какой-то в воду добавить то есть здесь не принципиально делать именно воду такого синего цвета можно конечно же добавить свои цвета главное чтобы она была темная то есть на чем свету проявляться нам нужна достаточно такая насыщенная поверхность тоже дали можно чуть-чуть сгладить там сильно волну нас например не видны на близь уже так чуть-чуть развал нить ну и пока это просто темный участок не так интересно чтобы появилось какое-то движение плеск ну плеск воды и волнение то самое нужно еще чтобы появился и светлый цвет тоже но перед тем как светлым цветом заниматься лунной дорожкой частности и какими-то отцветами от луны на воде нам нужна сама луна и поскольку она из главной героини можно даже посередине нарисовать но конечно если у вас вдруг что-то еще будет появляться может у вас там парочка птиц полетит то можно чуть-чуть сдвинуть луну вместо ее нахождения если же она будет и лунная дорожка то прям таки можно посередине отметить вот такой вот кружок сделаем его кисточкой чуть поменьше уточню чтобы удобнее было на весу это делать второй рукой можно себе помогать и на луне можно оставить такие даже следы немножко затемнений чистый белый такой синевый даже методом стыка можно оставить на и рядышком в небе еще было бы здорово что появились звезды звезды можно совсем маленькой маленькой кистью небольшим количеством краски точечно нанести на небо и дальше переходим уже в лунную дорожку непосредственно что касается лунной дорожки мы ее проводим мысленно проведя линию прямую от середины луны до нижнего края листочка или холста и конечно же под той поверхности по которой появляется эта лунная дорожка на которой она появляется то есть это конечно же поверхность воды то есть мысленно линия прямая от середины луны но само на сама дорожка появляется на воде и для ее рисования мы можем взять снова плоскую синтетику и начинаем до мысленно держим линию прямую ну то есть до нижнего края например она у нас может так расширяться так и сужаться так оставаться неизменной то есть с ней может зависимости от точки зрения на чем мы ее наблюдаем может и то и то происходить и горизонтальными то есть линиями параллельными линии горизонта я укладывают эту вот лунную дорожку почаще вытирайте кисточку чтобы не голубой был цвет а больше именно беленький здесь немножко расширю вправо и вот здесь таким же светлым цветом мы можем показать но уже не слишком интенсивным светом показать какой-то плеск на воде где-то например расширяется дорожка небольшое такое вот волнение появляется на воде если где-то перестарались опять же мы можем всегда снова вернуть предыдущий цвет то есть самая яркая часть она остается в месте где появляется лунная дорожка однако есть такие светлые блики и по всей воде сейчас я немножечко поярче сделаю саму дорожку еще больше белого в нее добавлю чтобы она выделялась здесь можно уже тоже взять кисточку поменьше помягче чтобы выделить участки некоторые я беру уже круглую кисточку и показываю но носки по-прежнему остаются параллельными линии горизонта чуть-чуть можно например если границы получились слишком такими толстоватыми самих линий то можно их на немножко сузить путем такого растирания чистой кистью просто из-за из белого уходим в синий цвет например и таким образом немножечко чистой просто кисточкой мы границу это делаем чуть поменьше самой линии такая вот идея что касается лунной дорожки опять же посмотрите как она у вас будет представлена будет ли она сужаться расширяться либо просто неизменной оставаться то есть и так и так можно вот поэтому сделайте свой вариант свою луну и пожалуйста выкладывайте фотографии картины в альбом в паблике вконтакте делитесь тем что вы рисуете подписывайтесь на канал если еще не подписаны на инстаграм и рисуйте и будьте счастливы до нового видео пока пока есть